Свою продукцию на выставке представили несколько десятков предприятий. Здесь были и продукты питания, и текстиль, и медицинские препараты, и многие другие товары, которые могут заинтересовать покупателя. А значит, будут полезны и для рассмотрения торговым организациям. Особенно важно быть замеченными представителям так называемых «малых предприятий», которые хоть и имеют существенный процент в общем количестве, но не всегда могут заявить о себе широко. Снащение малого бизнеса для нашей области достаточно велико. На данный момент в общем объеме налогов это практически 28-30%. Причем основная доля как раз платится малыми, микропредприятиями и средними предприятиями. Результаты работы по сравнению с прошлым годом, конечно, впечатляют. На 10% именно в сопоставимых ценах вырос общий объем поступаемых налогов. На 34% вырос объем экспорта, который уплачивается. Поэтому для нас важно каждое из существующих малых предприятий, микропредприятий, средних. И мы сделали все возможное, чтобы они расширялись и работали. В числе участников выставки предприятие ДМК «Хлеб» из города Береза, которое выпускает хлеб и хлебобулочные изделия. Главная особенность их продукции – это отсутствие добавок, старинные рецепты и настоящая русская печь. Найти товар этого производителя можно в фирменных магазинах и иных торговых объектах. Наше предприятие выпускает хлебобулочные изделия – черный хлеб, хлеб со трубями, батоны. Булочки начали недавно выпускать. Можно купить в Березе, потому что мы находимся в Березе. Также мы свою продукцию возим в Пинск, Брест, Пружаны, Кобрин, Ивацевичи. Конечно, хочется увеличить реализацию хлеба. Мы доставляем хлеб три раза в неделю в город Брест. Хотелось бы каждый день машину полную. Мы можем увеличить еще свои объемы хлеба. Сегодня доля отечественных товаров на полках магазинов Брещена составляет немногим более 71%. По словам специалистов, это не тот уровень, который могут обеспечить производители края. И дело не только в количестве выпускаемой продукции, но и в ее качестве. Товары с маркировкой «Сделано в Брестской области» имеют солидный багаж наград и признание не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Такая продукция в полном ассортименте должна быть доступна в первую очередь для жителей области. У нас реально есть производители, которые, может быть, не хватает у них умения, не хватает навыков продвижения своей продукции в торговой сети. Вот именно наше мероприятие должно помочь произнести диалог в торговле. Должно встретиться с производителями и обговорить вот эти все нюансы, которые есть. Поделиться опытом или понять, может быть, что надо в торговле. Может быть, они могут произнести, но не знают, что. И вот такой диалог. Мы планируем именно диалог. Предметный диалог – важная ступень на пути к плодотворному сотрудничеству. Обмен опытом и обоюдное рассмотрение конструктивных замечаний и предложений – верный способ развития для каждой из сторон. Наша продукция лучше, наша продукция качественнее, вкуснее. Здесь даже вопрос в том, что когда поляки к нам едут, они везут от нас нашу колбасу. Вот как бы ни парадоксально это звучало, когда наши едут к ним. Почему? Потому что наша колбаса натуральная. Но, опять же, если брать зарубежные аналоги, это красивая упаковка, это броски, маркетинги и все остальное. Этого мы еще не имеем, поэтому мы и должны этому научиться. И работать тут именно с малым сегментом бизнеса, потому что наиболее мобильный сегмент в бизнесе, который у нас есть.